Сказка «Конёк-горбунок» Петр Павлович Ершов И всё же большая часть сознательной жизни Петра Павловича Ершова была связана именно с Тобольском. Впервые оказавшись в сибирской столице юным гимназистом, Пётр Ершов покинул её лишь на время учёбы в университете. Тобольск Ершовской поры представлял удивительное зрелище. Он поражал воображение своими многочисленными церквями и белокаменным Кремлём, величаво возвышавшимся словно на гигантском ките на Троицком мысу. Уникальный живописный ландшафт города с его холмами и уютно приютившимися между ними избами откликнулся в душе юного сибиряка строчками. Дом дядюшки Петра Павловича Ершова, одного из преуспевающих тобольских купцов Николая Степановича Пелёнкова, стоял в непосредственной близости от базарной площади. На Тобольском торгу можно было встретить людей разных национальностей. Русские купцы привозили хлеб, ткани, татары и бухарцы, кожи, ковры, северные народы, пушнину, мясо, рыбу, мамонтовую кость и рыбий зуб. Неудивительно, что сцены торга описаны в сказке с особым колоритом. «Эй, честные господа, к нам пожалуйте сюда! Как у нас летары-бары, всякие разные товары!» А уж сколько интересных и необычных историй можно было услышать от иноземных купцов и путешественников! Кто-то рассказывал о небесном огне в северном сиянии, кто-то о жар-птице, о золотой бабе и стране Абдорской на берегу Студённого моря. А образ самого конька-горбунка, возможно, навеяли татарские народные сказки, в которых рассказывается о золотогривом коньке. Не оставили равнодушным юного Петра Иршова яркие образы, ставшего родным для него города. Отозвались в поэтической душе восхитительными строками, и явилась миру удивительная сказка. Так Тобольск стал родиной конька-горбунка. Оказавшись в Тобольске, и в наши дни невольно представишь, что действие сказки проходит именно на фоне картин тобольской природы и архитектуры, как это воплотилось в иллюстрациях екатеринбургской художницы Натальи Глушковой. О том, как сегодня коньку-горбунку живётся в Тобольске, он сам и расскажет. Есть в Тобольске, близ Кремля, в мою вотчину врата. В сквер Иршова, коль придёте, так и памятник найдёте вы родителя мого. Я стою подле него, светом пышет там жар-птица, царь решил омолодиться. Пригорюнился Иван, веселит всех кит-фонтан. И в театре я бываю, взрослых деток забавляю. На спектакли те народ с удовольствием идёт. Каждый год в родном музее открываю галерею новых образов своих да товарищей моих. Детки их со всей России рисовали да лепили. К нам на конкурс присылали да награды получали. Мой последний юбилей собрал тысячи друзей. Сказку дружно мы читали и ни капли не устали. Даже рекорд установили. Слава шла на всю Россию. К нам в Тобольск, Сибирский град. Приезжайте! Буду рад, чтоб Тобольском вдохновиться, Чтоб поймать свою жар-птицу. Коли будем мы дружней, Жить нам будет веселей.